Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Сумрачный самурай». Приятного просмотра! Япония, вторая половина 19 века. У Сэйбэя и Гути от чахотки умирает жена. Рассказ ведется от лица его дочери Ито, которой на тот момент было 5 лет. Через несколько лет произойдет реставрация Мэйдзи, когда самурайская система в лице Сюгуната сменится на управление страной императором. Сэйбэй – самурай низкого ранга, работает на продуктовом складе. Все его коллеги собрались покутить в кабаке, но наш герой как всегда спешит попасть домой до темноты. Из-за этого ему дали обидную кличку «Сумрачный самурай». Дома его ждали две дочери и старушка-мать. Старшая дочка Яно занята приготовлением похлебки из трески. Мать не узнала собственного сына и попросила его представиться. Сэйбэй допоздна рубит дрова. Начальник обсуждает его с подчиненными, мол, от него плохо пахнет, а кимоно все в заплатках. Самураи пытались найти ему новую жену, но ничего не вышло. Его семья слишком бедно живет. К тому же он всем в округе задолжал, и его женщине также придется работать. Непонятно только, как он устроил такие шикарные похороны жене. Неужто продал свой меч? Уже перед сном бабушка наконец узнала своего сына. Времена меняются, теперь и девочкам дозволяется учить науке. Но Каэно сомневается, нужно ли ей это. Возможно, ей лучше научиться шить кимоно? Отец ее наставляет, что учеба и знания помогают человеку мыслить, а умея мыслить, он выживет в любой ситуации. И это нужно как мальчикам, так и девочкам. Целыми днями Сэйбэй занят сбором топлива, работая в поле и другими делами. Ему некогда следить за собой, и со временем он превратился в неухоженного оборванца. Глава клана зашел на склад осмотреть запасы. Сэйбэй отчитывается о том, сколько у них трески. Его светлость учуял вонь и увидел дырки в кимоно бедняка. Дайны его вычитывает. Люди клана должны служить примером для горожан. Об этом случае узнал весь замок, и Сэйбэй стал посмешищем для других самураев. Вскоре к нему пришел дядя. Его позор кинул тень на всю семью Игути. Сэйбэй повезло, что его светлость великодушен. Если бы это был его отец, то самурая пришлось бы покончить с собой. Старик говорит Каяно, что ей достаточно выучить азбуку для женщин. Если она будет много учиться, то никогда не выйдет замуж. Дядя подыскал Сэйбэю жену. Она знает о его дочерях и долгах. Племянник должен понимать, что при всех его недостатках он не может претендовать на красавицу. Главное, широкие бедра. Чтобы рожать. Но Сэйбэй возражает. Не так уж плохо они и живут. Для него главное дочери. И он переживает, что женщина будет им плохой матерью. Бедная старушка не признала своего брата. Дядю это разозлило. И он посоветовал привязать женщину к столбу, чтобы она не позорилась перед соседями. Из-за отказа Сэйбэя жениться, семья ему больше не будет помогать. Вы любите дедушку? Нет? Я его ненавижу. Самурай объясняет дочерям, почему не принял предложение дяди. Они же понимают, как много для них делает отец. Когда семья собирала травы, к берегу реки прибило тело худенького ребенка. В те времена был голод. Это частое явление. Из столицы вернулся товарищ Сэйбэя и Инума Митинадзё. По его словам, Киото кишет нищими и злыми самураями, которые чуть что хватаются за мечи. Из-за этого в реке полно безголовых трупов. Он перепугался грохота огнестрельного оружия, которое осваивают воины. Митинадзё предлагает Сэйбэю устроиться охранником в императорский дворец. Но бедняк предпочитает стать крестьянином и больше не брать в руки меч. Митинадзё сначала хотел прислать на похороны свою сестру Томоэ, но у нее неприятности. Женщина вышла замуж за человека, который оказался мерзким пьяницей. Он избивал Томоэ, даже ногами. Брату пришлось подать прошение, чтобы их развели. Теперь она живет у него. Очередной рабочий день окончен. Сэйбэй, как всегда, проигнорировал предложение сходить в кабак и посмотреть на девочек. Дома его ждала неожиданная встреча с какой-то женщиной. Сэйбэй смутился, но воспрял, когда узнал, что это Томоэ. Они не виделись с самого детства. Томоэ рассказывает, что у брата ее заставляли целый день работать, поэтому она сбежала сюда. Сэйбэй стесняется своих драных носков. Удивительно, но Томоэ старушка признала. И то вспоминает, что когда появилась Томоэ, в их доме стало намного радостнее. Она на 7 лет младше Сэйбэя, но это не мешало им вместе играть в детстве. Самурай мастерит клетки и с теплотой смотрит на Томоэ, которая играет с его дочерями. Вечером он проводил гостью домой к брату, но там уже бушевал ее бывший муж. Када – самурай высокого ранга и просто так прогнать его не получится. Он собирался взять меч и накинуться на Митинадзё. Чтобы не допустить этого, Томоэ вышла к негодяю. Када ударил женщину по лицу. Сэйбэй за нее заступился и заломил пьянице руку. Он предлагает свою кандидатуру для дуэли вместо Митинадзё. Но не сейчас, а когда Када протрезвеет. Пьяница захотел сразиться завтра утром у реки. Друг распереживался. Када отлично владеет мечом. А еще нужно быть аккуратным, чтобы не убить его. Внутри клана драки запрещены. Сэйбэй позавтракал и отправил детей в школу. У дома он размялся с палкой и сделал вывод, что стал слишком медленным. У реки Сэйбэй увидел, что бой чуть не начал его друг. Он успел спасти его в последний момент. Сэйбэй собрался драться с обычной тренировочной палкой, чтобы не прирезать противника. Это разозлило Када и он грозится зарубить самурая низшего ранга. Юркий Сэйбэй уворачивается от всех ударов Када или просто блокирует его движение палкой. Сэйбэй выбил оружие из рук противника и отправил его на землю. Он требует извиниться, но Када снова хватается за меч и наш герой отправляет его в нокаут ударом в затылок. Самурай просит друга никому не рассказывать о дуэли, в том числе и Тамуэ. Однако вскоре к нему на склад пришел начальник стражи Йогу. Он убедился, что перед ним тот самый сумрачный самурай, который наставил шишек его собутыльнику Када. Подлеск пришел к Йогу и, рыдая, попросил отомстить за него. Оказалось, что Сэйбэй ученик великого мечника и Йогу был бы не против с ним как-нибудь попрактиковаться. Новость о мастерстве Сэйбэя дошла и до его коллег. Они теперь жалеют, что обзывали его сумрачным самураем. Тамуэ также узнала о произошедшем и теперь хочет поблагодарить его лично. Женщина сегодня приходила, чтобы убраться в доме и постирать вещи. Тамуэ стала приходить к семье через день. Она занималась хозяйством, учила девочек готовить каллиграфии и шитью. Самураям строго запрещено посещать праздники, которые устраивают крестьяне. Поэтому, пока Тамуэ с девочками веселиться, Сэйбэй пошел с Митинадзё на рыбалку. Уже несколько самураев просили руки Тамуэ, но она всем отказывает. В шутку брат спросил у нее, не хочет ли она выйти за Сэйбэя. Но она, как шутку, это не восприняла. Она не будет против. Самурай очень смутился. Митинадзё не будет торопить друга с ответом и придет за ним через несколько дней. Но ответ у Сэйбэя уже готов. Он благодарен Тамуэ за все, что она делала. Это было чудесно. Но она живет в семье с доходом в 400 кокуриса в год. Ее первый муж зарабатывал аж 1200, а он всего 50, из которых 20 уходит на долги. Она не выдержит нищенской жизни и пожалеет о своем решении. Как жалела и покойная жена Сэйбэя. Она так и не привыкла к более низкому положению. К берегу прибило еще несколько тощих трупов. Больше Тамуэ в дом Сэйбэя не приходило. Командующий войском прибыл из Эда и сообщил, что глава клана умер от кори в 32 года. Теперь, вероятно, внутри клана будет война между реформаторами и старой властью. Но эти волнения не затрагивали бедных самураев, таких как Сэйбэй. Девочки не осмелились спросить, почему госпожа Тамуэ перестала к ним приходить. В связи с политической ситуацией Сэйбэй пришел узнать у жены Митинадзё, как дела у его друга. Ведь многим самураям приказывают покончить с собой. К Матоме он не зашел. Женщина хотела его сама догнать, но хозяйка дома ее не пустила. Вдове не стоит разговаривать с самураем посреди улицы. За партию клеток для сверчков Сэйбэй получил 550 мон. Увы, на нормальную жизнь этого не хватит, цены на все растут. Посреди ночи к нему пришел начальник склада Кусака и сообщил, что его ждут во дворце. Там ему рассказывают, что управляющие кланом устроили мятеж. Это событие удалось утаить от Сёгуна, но всем мятежникам приказали сделать цепуку. Однако начальник стражи Його отказался. По его словам, он всего лишь следовал приказу хозяина и не понимает, почему должен понести наказание. Если они хотят его смерти, то пусть придут и убьют его в бою. С этими словами воин забаррикадировался в доме. За ним послали самурая, но тот был сразу убит. Його – лучший боец клана, с которым никто не может сравниться. Посовещавшись, они решили, что следующим должен пойти Сэйбэй. Он изучал стиль короткого меча, то, что нужно для сражения в тесных комнатах дома. Ему нужно справиться завтра до наступления сумерек. В случае успеха Сэйбэй получит прибавку к жалованию. Самурай отвечает, что не желает брать в руки меч и тем более убивать человека. Он утерял звериную ярость, которая для этого нужна. В ответ на это Сэйбэй угрожает изгнанием из клана. Ему не дают времени на раздумья. Самураю не оставили выбора и со слезами на глазах он повиновался. Он попытается убить Цзэнэмона Його. На всякий случай Сэйбэй прощается с начальником и просит передать наилучшие пожелания всем служащим хранилища. Кусака пообещал присмотреть за его дочерями. Вернувшись домой, Сэйбэй достал свой короткий меч, чтобы его наточить. После он приступил к тренировке. Утром девочки побежали в школу. Сэйбэй посмотрел им вслед, а после приказал слуги отправиться к Тамуэ и передать просьбу, чтобы она сейчас же пришла к его дому. Женщина немедля примчалась к самураю. Сэйбэй рассказал ей о предстоящем бое. Он должен быть соответствующий одет, поэтому просит помочь ему с прической и кимоно. Тамуэ расчесывает мужчину и поет его чаем. Сэйбэй вспоминает о своем отказе взять Тамуэ в жены. По его словам, только сейчас он понял, что любил ее всю свою жизнь и желал ее даже когда женился, а она вышла замуж за кода. Если он одолеет противника и вернется домой, Тамуэ согласится стать его женой. Дрожащим голосом Тамуэ говорит, что ей несколько дней назад сделал предложение один самурай, и она его приняла. Сэйбэй пожалел, что позвал подругу детства и просит ее забыть о своих словах. За самураем пришли. К сожалению, Тамуэ не сможет его здесь дождаться, но будет молиться, чтобы удача была на его стороне, и он сегодня вернулся домой. Сэйбэя встретили у забора. Никто не отваживается подойти к дому Його и убрать тело первого посланника, над которым уже вьет сырой мух. Они считают, что бунтарь уже не человек. Он превратился в зверя. Сэйбэй предупредил, что входит в дом. Його узнал его голос. Он растрепанный пьян и предлагает сумрачному самураю также выпить. Його не хочет драться и просит позволить ему сбежать. Он приглашает Сэйбэя присесть и выслушать его. Весь дом кишит мухами. Його планирует затеряться среди бродячих ронинов. Все равно дни самураев сочтены. Сэйбэй не терпится начать бой. Ты как мальчик на побегушках, улыбается Його. Я тоже раньше таким был. Но 12 лет назад его господину приказали уйти из жизни, сделав Сэпуку. После этого он с женой и ребенком 7 лет скитался по стране, помогал крестьянам, мастерил всякие поделки и просил милостыню. Три года назад клан принял его на службу, но к тому времени нужда уже убила его жену. Його очень старался, служа клану. Он преданно выполнял все приказы своего нового господина. Так в чем он был неправ? Почему ему нужно вспарывать себе живот? Его жена умерла от чахотки, как и жена Сэйбэя. Но болезнь также забрала его 16-летнюю дочь. Його прямо сейчас поедает ее пепел. Сэйбэй также вспоминает, как ему было тяжело выживать на 50 коку с больной женой, двумя детьми и старухой матерью. Порой у них не оставалось риса даже на следующий день. Но худшие это похороны. Клан жены требовал богатых похорон, и самураю даже пришлось продать свой меч. Сюда он пришел лишь с бамбуковой палкой. Його ухмыльнулся, и он собрался сражаться с ним при помощи палки. Сэйбэй честно отвечает, что надеялся одолеть противника коротким мечом. Хитрый Його осознал свое преимущество и тут же схватился за катану. Уже без лишних разговоров он пытается просто зарубить своего собеседника. Сэйбэй в шоке и предлагает старику сбежать, как он того и хотел. Он не будет ему мешать. Но Його и правда озверел. Перед побегом он хочет сначала убить доверчивого самурая. Сэйбэй получает одно ранение за другим и просит старика одуматься, иначе он убьет его. Сэйбэй наконец обнажил свой короткий меч и тут же поранил Його. Но он сам истекает кровью и в основном защищается. В ключевой момент сражения Його занес меч над собой, чтобы добить Сэйбэя. Но длинный клинок вонзился в балку и Сэйбэй нанес сопернику смертельное ранение. Його встал на ноги, но в глазах у него темно. Старый самурай постепенно завалился на бок и умер, рассыпав прах своей дочери. Сэйбэй выполнил свой долг перед кланом и окровавленный вернулся домой. Он рад, что снова увидел дочерей. Оказалось, что Тамуэ его все-таки дождалась. Женщина расплакалась. Она была уверена, что Сэйбэй уже погиб. После этого Тамуэ стала для девочек матерью. Но мир в доме Игути царил всего три года. Вскоре началась гражданская война. Их клан поддержал Сёгуна. И во время войны Сэйбэй был застрелен императорскими войсками. Тамуэ забрала пад через Сведо, который сегодня стал Токио и обеспечивала их, пока девушки не вышли замуж. Теперь она покоится вместе с Сэйбэем под одним камнем.